Джокер Тодда Филлипса За нее взялся некогда комедийный режиссер, в фильмографии которого история о неудавшемся юмористе выглядит довольно необычно. Что нового привнес Тодд Филлипс в супергеройку? Как сделан этот фильм? И почему сиквел вряд ли достигнет успеха первой части? Обо всем этом в новом видеоэссе. Джокер только формально является супергеройкой, эдакой историей происхождения героя. Типичные приметы жанра в нем найти сложно. Здесь у протагониста нет мудрого наставника, ему не приходится спасать мир, да и суперспособностями он обделен, так что ему не нужно проходить сюжет о владении силой. Не говоря уже о том, что создатели фильма специально отказываются от ярких атрибутов жанра, вроде красочных комиксных экшн-сцен. В отличие от других супергеройских фильмов, которые рассказывают истории, если не полубогов, то, во всяком случае, исключительных людей, Джокер – фильм о трагедии маленького человека, страдающего под гнетом обстоятельств. В супергеройке уже встречались такие сюжеты, но прежде они были глубоко второстепенными. Тихая революционность Тодда Филлипса в том и заключается, что он вынес эту историю на первый план. Кажется, ничего такого, но здесь стоит вспомнить, в каком контексте вышла картина. За несколько месяцев до ее премьеры отгремели эпические «Последние мстители», ставшие событием даже для тех зрителей, которые супергероями не слишком интересовались. И на этом контрасте скромный, по-хорошему, артовый Джокер срабатывает даже сильнее. Это в первую очередь драма, и только потом адаптация комикса. Обычно в супергеройке мы видим волевых личностей, возвышающихся над обстоятельствами. Поэтому с ними так приятно себя отрадествлять. В «Джокере» все иначе. Здесь мы в первую очередь обращаем внимание на социально-политическую ситуацию, на фоне которой развивается история Артура Флека. Это проявляется уже в первой сцене. Мы еще толком не видим лица героя, но уже понимаем, в каком мире он живет. Событие Джокера происходит в начале 80-х, когда в реальной Америке президентом стал республиканец Рональд Рейган. Не случайно в фильме Тодда Филлипса «Томас Уэйн» внешне очень похож на него. Во время президентства Рейгана крупные предприниматели получили большую экономическую свободу, в то время как социальные программы, наоборот, стремительно сокращались, что вело к росту общественного напряжения. Ровно это мы и видим в фильме. Главному герою отказывают в бесплатной медицинской помощи, преступность растет, а власти города не предпринимают мер, чтобы это исправить. И если прежде Джокер был королем криминального мира с гениальными планами, ярким индивидуалистом, харизматичным безумцем, то в версии Тодда Филлипса он скорее симптом кризиса, жестокий ответ на вызов эпохи. В отличие от предыдущих версий «Злодея», у персонажа Хоакина Феникса куда более скромные амбиции – стать комиком. Впрочем, не будет ошибкой сказать, что на самом деле герой просто хочет, чтобы его заметили и полюбили. В фильме есть даже горькая ирония по этому поводу – в сцене, где Артур не распознает датчик на автоматической двери. Символом протеста он становится скорее случайно, а не потому, что искренне хочет изменить мир. Да и вообще, становится ли? По сути, весь фильм мы видим от лица Джокера. Граница между объективным представлением действительности и ее субъективным восприятием в сознании Артура очень зыбкая. Настолько, что переходы между этими состояниями в фильме практически не обозначаются. Иногда мы можем понять, что находимся в фантазии главного героя. Если в сцене, например, играет старая музыка или решена она в духе классического голливудского кино. Вроде того, что наверняка видели по телевизору Артур с мамой. В этом смысле решение сделать сиквел мюзиклом вполне укладывается в логику Тодда Филлипса. Первый фильм вообще переполнен двусмысленностью, и это, по словам создателей, вполне осознанное решение. Что из происходящего на экране было фантазией, а что реальностью? Может, Артур все это время находился в Аркхеме? Связывает ли его что-нибудь с героиней Зази Битц? Да и кто его настоящий отец? Тайны происхождения толкает многих героев массовой культуры к приключениям. Но в случае Джокера она получает отчетливо болезненное звучание. Во многом потому, что в его жизни нет никого, кроме матери. Несмотря на то, что отцов у героев в фильме как бы два. Предполагаемый биологический Томас Уэйн и символический ведущий вечернего шоу Мюррей Франклин. Пережив предательство от обоих и потеряв опору в жизни, Артур и решается на бунт. Здесь будет полезно спросить, а кто вообще в фильме является антагонистом? Обычно в супергеройских картинах есть очевидный злодей, который выступает противоположностью главным героям. Мюррей Франклин и Томас Уэйн не очень подходят на эту роль. Поскольку у них с протагонистом нет счетов. Они о его существовании даже толком не знают. Подсказку можно найти в одной из сцен фильма, когда Артур пробирается на благотворительный вечер, где готэмская элита смотрит «Новые времена» Чарли Чаплина. Тоже фильм о маленьком человеке в кризисную эпоху. В одной из сцен Чаплиновский бродяга оказывается внутри огромного механизма, застревая между его шестернями. Держа в уме эту метафору, можно сказать, что главный антагонист фильма это капиталистическое общество и неолиберальный экономический курс, ориентированный на личный успех и пренебрегающий интересами простых людей. Ответ убедительный, но как будто не очень конкретный. Давайте вспомним, кто наносит Артуру самый тяжелый удар. Как ни странно, это телевизор. Именно он в фильме представляет вожделенный успех, катализирует протесты и создает нереальный образ действительности. Логично, что кульминация в картине разворачивается именно на телестудии, где Джокер подрывает выхолощенную телевизионную картинку, буквально привнося туда жестокую реальность. Амбивалентность повествования неплохо соотносится с тем, что главный герой увлекается комедией, а та, в свою очередь, как раз и имеет дело с двусмысленностью и парадоксом. В этом отношении желание Артура стать королем комедии можно интерпретировать как попытку справиться с неопределенностью мира и, что важнее, заявить о себе, самому став воплощенным хаосом. Похожим образом интерпретировал Джокера и Кристофер Нолан, у которого злодей тоже играет словами и сеет смуту. Неудивительно, что финал в картине Тодда Филлипса демонстративно разомкнутый, что как бы намекает, будто весь фильм был одной большой шуткой Джокера, тоже двусмысленной. Отчаявшись получить поддержку и понимание со стороны окружающих, Джокеру остается лишь одно – отшутиться. Кристофер Нолан, все будет. Картина Тодда Филлипса стерилизована под знаковые фильмы той эпохи, когда разворачивается действие. Главным образом это работы Сидни Люмета и раннее творчество Мартина Скорсезе, в частности, «Таксист» и «Король комедии». Близость к фильмам 70-х, 80-х прослеживается на самых разных уровнях. От студийной заставки и дизайна титров до отдельных образов и актеров. Роберт Де Ниро, скажем, одним своим присутствием вполне недвусмысленно отсылает к «Короляму Скорсезе». Правда, у Филлипса происходит инверсия. Протагонист теперь не Де Ниро, а Хоакин Феникс, предстающий в образе современного Трэвиса Бикла с такой же нервной пластикой. Фильмы Люмета и Скорсезе тоже рассказывали об отчаявшихся героях, которые шли на отчаянные меры. Все эти шедевры нового Голливуда – импрессионистическое кино, передававшее боль и смятение своих персонажей. «Джокер» во многом именно такой фильм. Несмотря на то, что в картине Тодда Филлипса есть внятный сюжет, Артур тоже апатично слоняется по улицам Готэма, совсем как Трэвис Бикл в «Таксисте». А чего стоит знаменитая сцена импровизированного танца Джокера в уборной? Эпизод обозначает переход героя в новое качество, но главная его функция не повествовательная, а эмоциональная, подключающая нас к состоянию героя. Вообще, весь фильм работает на то, чтобы мы лучше прочувствовали положение Артура. Хотя вначале мы и смотрим на него как бы со стороны, незначительность героя в толпе вполне соответствует моменту. на него обращают внимание только хулиганы. Подчас создатели специально организуют мезосцену так, что герой как будто сливается с пейзажем, тонет в горе мусора или буквально становится мебелью. Но встречается и обратное, когда герой взволнован настолько, что практически не замечает окружающих. Почти все события мы видим с точки зрения главного героя, поэтому подчас камера неотступно следует за ним, а мы буквально смотрим за происходящим и за его плеча. Это не только погружает в историю, но и создает интимную близость с героем. Для того же нужны и крупные планы. Даже если Хоакин Феникс не произносит монолог, его мимика и выражение лица говорят сами за себя. А мы в такой ситуации остаемся один на один с героем, обезоруженный его пронзительным взглядом. Искренностью персонажа в такие моменты действительно сложно не проникнуться, учитывая то, каким недружелюбным выглядит Готэм. Обратите внимание, например, на эпизоды, где мы смотрим на Артура из-за решетки, что визуально превращает кадр в клетку, в которой заперт герой. Многие сцены фильма выдержаны в нездоровом синим и зеленом цветах, предающим и без того зловещему городу оттенок депрессивности. В этом смысле яркий костюм Артура из финала фильма можно истолковать как ответ на угнетающее отсутствие красок в городе. А пожар бунта в свою очередь как экстремальную попытку привнести новые цвета в пейзаж. Давящая атмосфера города чувствуется уже в сцене с лестницей, которая для героя сначала выглядит непреодолимым препятствием. Переворачивая этот образ в финале, создатели указывают на завершившуюся метаморфозу героя. Похожую симметрию можно, к слову, обнаружить и у первого кадра. Если в начале фильма герой с болью смотрит на свое отражение, то в конце, где своего рода зеркалом выступает телекамера, он уже утверждает себя. Это важно потому, что весь фильм в сущности растерянности главного героя. Неслучайно мы часто видим его в переходных пространствах, переулках, лестницах и лифтах. У фильма есть даже отчетливая вертикальная драматургия, связанная со спусками и подъемами. Катализатором изменения для героя становится сцена в подземке, которая вместе с тем выступает и метафорой бессознательного. Тайну своего происхождения Артур узнает на лестнице, находясь как будто в подвешенном состоянии. А дом и связанный с ним уют находятся высоко. Чтобы добраться туда, надо приложить усилия. Да и становясь героем протеста, Артур тоже залезает на машину. Как рассказывал оператор Лоренс Шер, чтобы передать подавленное состояние героя, тот решил использовать нестандартные ракурсы и слегка вычурные неестественные композиции. Причем, в качестве ключевых референсов в своей работе над Джокером, он называет Стэнли Кубрика и Йоргаса Лантимуса, известных по особой дискомфортной атмосфере в их фильмах. Такое же неуютное впечатление создают и тревожные мелодии Хильдур Гуднадоутер, которые резко контрастируют с веселыми песнями из старого кино, тут и там появляющимся в Джокере. Первый Джокер в очередной раз доказал, что супергероик это нечто большее, чем просто эпос о сверхлюдях в плащах и масках. Благодаря умной режиссуре и понятному социальному комментарию, фильм снискал признание и критиков, и зрителей, и членов жюри Венецианского фестиваля, где в 2019 году получил главный приз. С одной стороны, это по-своему виртуозное арт-кино, над которым интересно подумать, а с другой, абсолютно зрительская история, понятная во всем мире. Неудивительно, что Джокер стал одним из редких примеров супергеройского фильма со взрослым рейтингом, собравшим миллиард в прокате. Но не стоит забывать, что шутка, повторенная дважды, становится не смешной. Первый фильм был самодостаточным произведением, ему не нужны эксплейнеры и продолжения. А открытый финал только придавал ему шарма. Сиквелы же, обещавшие в два раза больше безумия, слишком многое проясняет психологии главного героя. Ленте недостает амбивалентности оригинала. Да и Харли Квинт тут играет скорее второстепенную роль. Пусть образ Леди Гаги и не менее интересен, чем интерпретация Марго Робби. Во многом из-за драматического таланта певицы. Микс мюзикла и судебной драмы, который на бумаге выглядел довольно неожиданно для супергеройского фильма, на деле кажется не слишком оправданным. Визуальный фильм очень нарядный, но ему явно не хватает той лаконичности повествования, которая была в первой части. С другой стороны, возможно, именно в таком сломе ожиданий и заключалась стратегия Тодда Филлипса. После первой части многие зрители стали боготворить Джокера и увидели в нем едва ли не ролевую модель. Так что нарочито длинный, утомительно барочный и местами просто скучный сиквел отчасти выглядит остроумным издевательством над экономным первым фильмом, быстро втягивающим зрителей в водоворот сложных переживаний. Если все так, сиквел и есть та шутка, которую нам не дано понять. К Джокеру можно относиться как угодно, однако фильм стал большим событием не только для жанра, но и для мейнстримного кино в целом. Картина Тодда Филлипса перезапустила моду на антигероев в Голливуде и лишний раз доказала, что зрителям интересны неоднозначные сюжеты. И это не беря в расчет то, что Джокер вновь расширил границы супергеройки. Прохладный прием сиквела как будто намекает, что успех первой части просто случайность. Но с другой стороны, это может значить и обратное. Оригинальный фильм оказался настолько уникальным, что повторить его невозможно. Как бы то ни было, Джокер нужное и современное высказывание о мире в огне, призывающее чутко относиться к окружающим. Многие беды, как показывает фильм, от разобщенности и безразличия. Шутить тут действительно не о чем. и безразличия. и безразличия. Субтитры создавал DimaTorzok